То есть стрессовая ситуация, зачем они нам нужны, это стрессовая ситуация. Это, к сожалению, привычная нами ситуация, к которой мы всегда стремимся. И именно поэтому в стрессовых ситуациях, коронавирус, война, ещё что-то может происходить, это та ситуация, когда человек на фоне стресса входит в своё привычное состояние, в стрессовое привычное состояние. Состояние вот такой зажатости — это его состояние. Это его привычное нормальное состояние, в котором он может расслабиться. Да, как бы странно это ни звучало, в этом стрессовом состоянии он может наконец-то расслабиться. Он может быть самим собой, внутри собой, себя. Как только мы выходим на состояние, когда нет войны, с коронавирусом всё там устаканилось, там ещё с чем-то что-то устаканилось, там ещё с чем-то что-то устаканилось, мы в лёгком состоянии, в том состоянии, когда нам не хватает этого адреналина, этого всплеска, про который я всегда говорю. Просто я никогда не могла это открыть прямо в прямом этом виде, потому что было бы осуждение жуткое. И когда мы находимся в обычном состоянии, нам всегда не хватает вот этих вот стрессовых гормон. И чтобы получить эти стрессовые гормоны, мы начинаем знакомство с самим собой. Мы начинаем идти к самому себе. Это я говорю про наш контингент. Там альпинисты у них одно, подводники у них другое. То есть мы говорим, я говорю только про наш контингент. И когда нет ничего такого, происходящего в стране, такого, чтобы мы себя чувствовали как дома, мы начинаем себе это создавать. А максимально себе это создать – это знакомство с собой. Знакомство с собой – это самый большой стресс для человека. Но когда происходит что-то в стране, что-то такое, что прям для нас, вот прям ух, тогда нам другого стресса не надо, нам достаточно этого. Нам достаточно этого, нам достаточно санкций, нам достаточно дефолта, нам достаточно ещё чего-то. Нам этого достаточно, и мы знакомство с собой можем брать на потом, Потому что мы уже находимся в своём привычном состоянии пульсации наших гормон. И нам от этого хорошо. С одной стороны, это именно то состояние, когда мы можем максимально прийти к себе. Представляете, на фоне стресса мы начинаем стрессовать. Что это даёт? Это даёт истинное познание нас, почему мы, когда переходим в барьер стресса, когда мы идём на сухих днях, и когда нам совсем тяжело становится, физически или психологически, неважно, и мы этот барьер перешагиваем, то с нами происходит. Происходит осознание, и оно такое яркое происходит. Потому что на фоне стресса мы идём к стрессу. И оно настолько яркое, что не каждый может к этому прийти, не каждый может в силу своего большого восприятия вообще принять это, насколько мы готовы принять это большое. шоу. Спасибо.